Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами считаем 35 главу. Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебя, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встань, и мы пойдем в Вифиль, там устроя жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной, и хранил меня в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня. Бог обращается к Иакову и говорит, пойди в Вифиль, живи там, устроя там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И вот Иаков говорит своему дому, бросьте богов чужих. Иаков это такой шейх, теперь с ним кочует множество народу, как его родственников, так и просто людей, которые в разное время присоединились к нему. Понятное дело, что когда не существует государства, единственный способ обеспечить свою безопасность, это присоединиться к какой-то достаточно большой группе, и многие люди присоединяются к Иакову, и эти люди приносят с собой своих богов, поскольку для язычника совершенно естественно таскать с собой идолов, и археологи раскопали при раскопках на Ближнем Востоке множество небольших таких портативных статуэток божеств, которым люди обращались за помощью, которые использовались при совершении религиозных обрядов. И для языческого сознания чем больше богов, тем лучше. Это примерно как иметь много телефонов таких влиятельных, значимых, богатых, знатных людей. Чем больше у меня там знакомых, скажем, в администрации президента, тем мне лучше. А они друг друга не исключают. Я могу там при случае позвонить, там что-нибудь попросить. И для язычника его язычество, оно носило такой включающий характер. Это характерно для языческих религий вообще. Сохранилось святилище, которое построили древние кельты на территории современной Франции, и там сохранились нацарапанные обращения, молитвы римских легионеров. То есть римские легионеры, которые пришли в эту землю, они увидели, тут поклоняются таким-то божествам. Значит, в этой долине живет такой-то бог. Ну, давайте мы ему тоже что-нибудь такое, знак уважения окажем. Что это примерно как местный какой-то знатный правитель. Ну, мы вот пришли, здесь такой-то человек правит, мы ему окажем уважение, чтобы нам с ним не ссориться. И в Библии мы видим удивительное такое явление, которое для Ближнего Востока и вообще для человеческой религиозности, оно не характерно, это религиозный эксклюзивизм. Если вы хотите поклоняться богу Авраама Исаака Иакова, вы должны отбросить других богов, вы должны от них избавиться. Проблема религиозного синкретизма, когда люди пытаются поклоняться всем понемножку, она абсолютно актуальна для наших дней. Есть даже песенка у какого-то из современных исполнителей, где он там поет «Я верю в Иисуса Христа», «Я верю в Гаутаму Будду», «Я верю в пророка Мухаммада», «Я верю в Кришну», «Я верю в Гауту». Понятно, что с библейской точки зрения это просто невозможно, человек себя обманывает, он не верит в Иисуса Христа. В этом случае, если человек заключил завет с Иисусом Христом, это значит, он не может поклоняться другим божествам. И дальше уже в книге «Исход», в одной из десяти заповедей, это сформулировано прямым текстом, там сказано «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть нельзя быть христианином и поклоняться каким-то другим богам. Это видно, например, вот когда наши туристы посещают, скажем, Юго-Восточную Азию, и там множество святилищ, которые посвящены либо Будде, либо каким-то местным божествам, и местные жители, когда у них какие-то есть просьбы к сверхъестественным силам, они совершают акты поклонения где угодно. Чем больше ты привлечешь на свою сторону сверхъестественных сил, тем оно лучше. И иногда наши туристы, которые... им просто хочется на себя это примерить, они тоже совершают там какие-то религиозные обряды, и вот для христианина это невозможно. Мы не должны в этом никак участвовать, мы не должны никак почитать других богов, и Иаков говорит, «бросьте богов чужих, вы должны уповать только на единого истинного бога, встанем и пойдем в Вифиль, там я устрою жертвенник богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной и хранил меня в пути, которым я ходил». То есть будем поглоняться единому истинному богу. Но проблема идолопоклонства, она, конечно, шире. Идол — это то, что человек считает самым важным в своей жизни вместо бога. Это может быть не обязательно какая-то статуэтка, это может быть политическая партия, или деньги, или спорт, или еще какие-то достижения, которые человек считает самым важным в своей жизни. Все это может превращаться в идол. И вот как с идолами поступает Иаков. «И отдали Иакову всех богов в чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах их, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихима». Серьги в ушах, они тоже могли носить характер такой религиозный, как мы носим крестик, в знак принадлежности Христу. Так люди могли носить серьги в знак своей принадлежности к каким-то божествам и своего упования на этих божеств. «И оставил их безвестными даже до сего дня». То есть они там уже где-то пропали и закоплены так, что уже не откопаешь. «И отправились они от Сихима, и был ужас божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых». То есть несмотря на вот этот трагический инцидент с резней, их не преследовали. Почему? Потому что Бог сохранил их от истребления. У Бога есть свои планы на эту группу людей. «И пришел Иаков в Улз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. И устроил там жертвенник и назвал сие место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля, под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову в Улзе по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль, и нарек ему имя Израиль». Так появляется слово Израиль, то есть оно появилось уже несколько раньше, но вот это имя Израиль, боровшееся с Богом, это первоначально личное имя Иакова, которое потом переходит на его потомков. То есть слово само Израиль, это имя, которое Бог дает Иакову. «И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чрез твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вифиль». Бог является Иакову и обещает ему землю, и обещает ему многочисленное потомство и множество народов. Каким образом множество народов? Ну, понятно, Израиль – это народ, но это один народ. Ему обещано множество народов, которые будут его потомками. И здесь речь идет о духовных потомках Иакова, о духовных наследниках этого обетования, то есть обо всех христианах. Когда мы читаем Ветхий Завет, нам важно помнить, что это не история древних евреев как какого-то другого по отношению к нам народа, потому что иногда вот есть такие неоязычники, которые увлекаются славянским фэнтези и говорят, что нам задело до всей этой еврейской истории. Это наша история тоже. Мы – наследники Авраама, Исаака и Иакова. Мы в православных церквях, поклоняясь Богу Авраама, Исаака и Иакова, мы принадлежим к этой же линии. Иаков – отец множества народов, и он – отец нам в том числе. «Землю, которую я дал Аврааму Исааку, я дам тебе, и потомство твоему по тебе дам землю сию. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог». Мы читали некоторое время назад, что памятник из камней ставят люди, когда они заключают договор, они заключают союз между собою, как такое напоминание, как видимый знак этого союза. Это как сейчас мы подписываем договор, это чисто условный такой знак, который закрепился в нашей культуре, и мы берем просто ручку, пишем свое имя под текстом договора. В древности таким знаком заключения договора было поставить этот памятник. Его издалека видно, заключили договор. Этот памятник о нем напоминает. И вот Иаков поставил памятник в знак того, что он находится в договоре, в завете с Богом, что Бог даст ему эту землю, Бог его чрезвычайно умножит, даст ему многочисленное потомство, а Иаков поклоняется только этому Богу и отказывается от богов чужих. И отправились из Вифиля. И раскинул он шатер свой за башню Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние от земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды были ее трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахиле до сего дня. И отправился оттуда Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валую наложницу отца своего Иакова. И услышал Израиль и принял то с огорчением. Мы видим, что у Израиля есть наложницы. Вот сын его пошел и переспал с этой наложницей. И мы видим, что эти люди являются людьми своей эпохи, являются людьми своего времени. Бог действует не среди фей и эльфов, он действует среди тех людей, которые есть в наличии. Это важно понимать, когда мы читаем Библию. Библия — это не книга «Жития святых детей». Есть такие прекрасные книжки, где все очень-очень отлакировано, где святые совершают только то, что можно поставить в пример детям. Здесь мы видим, что это совершенно реальные живые люди со своими грехами, которые живут внутри культуры, где существуют глубоко укорененные греховные обычаи. Но Бог продолжает с ними трудиться. Бог продолжает над ними работать. Библия — это богочеловеческая книга. Это книга о том, как Бог действует в человеческой истории среди реальных людей. Поэтому иногда, когда люди говорят, а что вот в Библии упоминаются какие-то очевидно безнравственные вещи, это совершенно естественно. Понятно, потому что люди грешили. Люди жили в культурах, которые были пронизаны грехом. И грех, конечно же, исходит от человека. Но Бог приходит в этот зараженный грехом мир, и Бог действует среди этих людей ради спасения человеческого рода. Сынов же у Иакова было двенадцать. Сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда из Сахары, Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, сыновья Вауэ, служанки Рахилиной, Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Лийной, Гат и Асир, сии сыновья Иакова, родившиеся ему в Месопотаме. Здесь перечисляются двенадцать сыновей Иакова, и это люди, которые входят в историю, как двенадцать патриархов, двенадцать прародителей Израиля как народа. И они еще упоминаются, о них еще идет речь, но вот это число двенадцать, оно фундаментально для истории древнего Израиля, и когда Господь избирает двенадцать апостолов, это отсылка к вот этой ветхозаветной истории. И в основании Израиля лежат двенадцать прародителей, и в основании церкви лежат двенадцать апостолов. И перешел Иаков к Исааку, отцу своему, ибо он был еще жив, в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть в Хеврон, в земле Ханаанской, где странствовал Авраам и Исаак, ибо в одни жизни Исааковой сто восемьдесят лет. И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исаав и Иаков, сыновья его. Тридцать пятая глава у нас завершается на смерти и погребении Иакова. И далее мы читаем о жизни его потомков. Мы с вами прочитали тридцать пятую главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова